Нет, ну все же, все же, зачем? Какая основная цель у нас всех? Зачем? Придет перепроизводство вина. Нам нужно поднять продажи, отлично, для того, чтобы больше зарабатывать. Именно про это я хочу сегодня рассказать вам. Про то, как можно автоматизировать винные туры, увеличить продажи и узнаваемость брендов и виноделов во всем мире. Начнем с трендов, с одного из самых важных трендов 2020 года. Так как пакетные туры сегодня становятся все менее популярны и туры по интересам становятся все более популярны. То есть в течение двух-трех лет эти туры по интересам становятся немного более популярны. В Молдове, так как у нас есть самый основной интерес у туристов в Молдове, это вино. И тем самым нужно создавать как можно больше винных туров. Допустим, как сегодня делают рисунок вином, я не знаю, как-нибудь там мастер-классы, езда на велосипеде по виноградникам. То есть вот в таком формате нужно дальше, мне кажется, в Молдове развиваться для того, чтобы выделяться на рынке. Так как мы не Франция, хотя и находимся на той же параллели. И у нас есть отличные вин, о которых не все знают. Нам нужно внедрять различные технологичные решения для того, чтобы становиться примером. И одним из таких решений является digital tourism. То есть что это такое? Это цифровая поддержка туриста во время путешествия, до, во время и после путешествия. То есть что мы делаем перед путешествием? Мы изучаем страну, куда мы хотим полететь. Мы бронируем билеты, покупаем билеты, на самом деле, в отеле. Во время тура мы покупаем сами туры. И в конце мы получаем имейл с просьбой оценить качество сервиса. Мы акцентировали свое внимание на втором этапе. В 2019 году мы организовали винный тур, пеший винный тур для туристов, соответственно, по принципу паб-кроула. Паб-кроула, если кто не знает, это известный тур во всем мире, в любой стране, от Америки до Китая, где туристов вводят по различным пабам и они убивают вино. В общем, это очень достаточно веселое мероприятие. Рекомендую попробовать, если будете путешествовать. И мы решили адаптировать этот тур у нас в Молдове под вино, то есть под наш местный рынок, потому что у нас есть прекрасное молдавское вино, которое нужно показывать, а не пиво показывать. И, соответственно, мы вводили наших туристов по четырем винным барам, где они дегустировали 12 видов вина и в конце шли на мастер-класс по национальным танцам, что вызывало у них массу восторгов. Да, именно после, конечно. Соответственно, вот как это выглядит. Этот чат-бот. Чат-бот настроен в Facebook мессенджере, что очень, на самом деле, удобно, так как практически у всех сегодня есть мессенджер, не нужно скачивать. В каждом винном баре у нас будет, я немножко изменил презентацию, забыл изменить ее, есть такие бумажные плейсматы, которые в каждом заведении человек получает этот плейсмат, на котором есть три QR-кода, то есть три вина, три сорта вина, в котором в каждом заведении он будет дегустировать. Отсканировав один из QR-кодов, чат-бот начинает дегустацию по стандартам классической дегустации. То есть там задаются четыре вопроса, цвет, первый нос, аромат и общее впечатление. И человек выставляет свои оценки, то есть нажимаем на звездочки. Так, кстати, данные дегустации можно проводить как и для винных туров, но также мы проводили для одной винной компании, для стандартной дегустации в одном заведении, в винном баре. Опять же, мы сейчас начинаем внедрять базу данных в Густос Лайф, то есть для того, чтобы всегда была актуальная информация про виноделы. Далее... О, кстати, вот он. Поменял листами. Вот так это выглядит. Это бумажный такой, как в ресторанах обычно, это все бумажные плейсматы. Вот отсканировав, переходишь туда и получаешь всю информацию с вопросами. Давайте рассмотрим преимущества для туриста, ну, для винодела. Первое – это то, что каждый винодел будет получать контактные данные туриста, благодаря которым он сможет ему потом написать что-то, дополнить какую-то полезную информацию и выслать. То есть идея в том, чтобы быть полезным, интересным и тем самым заполниться в голове, в памяти у человека. Это можно делать, что классно, что это можно делать бесплатно. То есть написать сообщение – это не стоит никаких денег. То есть всегда быть онлайн, скажем так. Лучшая реклама, вина, как вы, наверное, все знаете, это дать попробовать это вино. А для того, чтобы попробовать этот тур, он идеальный, потому что в этом туре человек пробует 12 сразу вин. То есть ему не нужно, если он приехал в Молдову, он не знает, какие вины попробовать. Соответственно, хоп, он сразу попробовал вина в стубе, он понимает, что есть что. Дополнительная продажа. Это имеется в виду, мы в каждом чат-боте, в каждой дегустации каждого вина, мы предлагаем добавить вино в избранное, так сказать. Где он в конце тура может выбрать вино, которое ему понравилось, и купить это вино. И тут уже можно дополнить этот функционал доставкой на следующий день, допустим, в отель этого вина, или даже в его страну. То есть здесь уже можно дополнять. В фейсбуке или в гугле отзывы, что очень важно сегодня, потому что мы живем в мире отзывов. И, соответственно, мы можем фильтровать эти отзывы. И, допустим, если человек поставил максимальную оценку в вино, значит, что он ему нравится, значит, ему можно предложить, ну, оставить отзывы. То есть мы тем самым фильтруем негативные отзывы. Также можно предложить в тот же день или на следующий день приехать на винотель. Если такая есть, если есть такая задача, то есть это тоже дополнительная продажа. И самый классный положительный момент в этом туре, это то, что можно собирать статистику ответов туристов. То есть мы можем анализировать, даже не то, что туристы, всех пользователей. То есть мы можем анализировать, что им нравится, что им не нравится. То есть ближе знакомиться с целевой аудиторией, что на сегодняшний день супер-супер важно. Есть еще один слайд, но почему-то, я думаю, здесь нет, это страннее. Слайд с преимуществами для туристов. В общем, основные моменты для туристов это то, что не нужно скачивать приложение дополнительное. Здесь не нужно, а цена для туриста, она намного ниже, если бы такой тур проводил живой профессиональный сомелье, потому что туры все автоматизированные. Ну ладно, раз не слайд, значит не буду сказать. И так как наш тур автоматизирован, мы планируем такой тур проводить, на самом деле, организовывать, создавать для разных стран мира, Европа как минимум начнем с нее, для того, чтобы продвигать молдавский день. Это абсолютно реально и возможно благодаря таким чат-ботам. И так как мир сегодня меняется, то есть рынок, туризм, вообще сам туризм, он очень сильно меняется, сегодня все клиенты, то есть один из трендов интернет-маркетинга это персонализация. Благодаря этому чат-боту мы можем очень сильно персонализировать этот контент и подходить каждому клиенту очень-очень индивидуально. И тем самым, данные туры будут, на самом деле, распространяться все дальше. Но, на самом деле, сегодня такого рода не существует. Храк, счастье, ни счастье не знаю. В общем, двух словах я вам сказал, если вам интересно, мы вам сейчас поговорим, и там все будет больше, намного подробнее. Спасибо. Вопросы? Да. Да. У тебя-и сказали, что это стоит больше для туристов, что он приходит на туристов, и он будет иметь, что он даже не хочет, что ему приходит на эту заднюю вопрос. И, естественно, у нас есть те, кто в нашей команде, мы всегда подключим к этому чат-боту, и мы видим, что нам приходит уведомление. То есть, мы строим таким образом, что приходит уведомление, что человек задал вопрос. Мы сразу же ему отвечаем, не проблема. Ну, конечно, если это в 2 часа ночи, но в 2 часа ночи он не будет ходить, потому что винные бары закрыты. А как будете реагировать на отрицательное? Положите, да. Смотрите, вы имеете в самом чат-боте или если он оставил в фейсбуке? Ну, вот клиент напишет. В фейсбуке или в чат-боте? Да, напишем, в чат-боте. В чат-боте, если он напишет, то этого не на любви, кроме нас. То есть, об этом это единичка, что мы просим его оценить. Там будет, допустим, 5-бальная шкала. Очень понравилось, единичка не понравилось. Если 5, мы ему сразу же предлагаем перейти в фейсбук. Если единичка, мы спрашиваем, да ладно, ты что, не понравилось, напиши почему, нам очень интересно. Нам важно понять ваше недовольство. А мотивация какая? Оставлять отзыв? Да, даже ругаться с вами. Нет, знаете, есть разные люди. Если он не хочет, то он может ничего не оставлять. Но чаще всего, по моему опыту, мы создавали не только такие туры, еще и сити-туры, и другие. Люди реально с удовольствием оставляют отзывы. После 12-го вышло, понятно, но еще танцы потом. Да-да-да, поэтому танцы 100%. Все равно сложно, но... То есть коммерческая составляющая, где вот эта мотивация. Но я не понял ваш вопрос. Оставить отзыв или что? Ну, даже так, да. Должно что-то подталкивать. Наши две лечения. Ты спрашиваешь, что ты про их заработок хочешь? Не-не, не про их заработок. Ну, я в рационах, в рационах, оставься в рецепте. Угут подталкивает какой-то вещь. Или ему нравится, или он... Ему очень понравилось, или ему очень понравилось. Нет, давайте так. Вы часто пишете, когда вас... В WhatsApp вам показывается 5 звездочек, говорите, оцените разговор, да? Или не сейчас. На 5 звездочек я никогда вообще не жду. Но пишу я вот в двух случаях. Или мне сильно не понравилось. Только в двух случаях. И никакая коммерческая мотивация мне здесь не нужна. Да, то есть крайность, да? Существует слишком грубо неправильно, или что-то очень хорошее, что вы настолько восхищены, что вы поставите эту пятерку. Вы знаете, вот вы когда-нибудь попробовали чат-бот использовать? Я не люблю чат-боты, где скучная переписка, и какие-то такие шаблоны. Именно здесь происходит диалог какой-то. Не знаю, если вы пробовали. В общем, это то, чем я занимаюсь. Я вам скажу так, что когда ты пользуешься чат-ботом, в котором тебе комфортно, да? Ты как-бы уже автоматом хоп и нажал. Ты как-бы не хотя как будто бы нажимаешь уже на все кнопки, которые там существуют. Вот сканируйте и попробуйте. Вы поймете, что о тебе говорили. С удовольствием, да. Просто я как бэддэвил, знаете, спрашиваю о том, что может быть все-таки должна быть какая-то коммерческая составляющая для человека. То есть, я не знаю... Ну что-то, что-то, да. Просто как-то принято в мире все-таки мотивация какая-то имеется, и она должна быть чуть-чуть пряничек какой-то, да? Я отвечу, это тоже стартапы. Они тоже проверяют гипотезу и тоже будут добавлять туда. И это, кстати, вот проект, который был на Леном Хакатоне, да, Ванька. И вот что мне нравится, то есть, благодаря вот этой платформе, они на нем делают свою функциональность, и они не заморачиваются на этом контенте. Они сосредоточены только вот на этой идее чат-бота, на функциональности там. Поэтому вот я просто хочу акцентировать на том, что это хороший пример, когда люди концентрируются только в том, в чем хорошо разбираются и что им нравится делать. А самую скучную часть с этим контентом, с этой всей историей, это вот там где-то, да. Все, благодарю. Спасибо.